Крым полностью обеспечен электроэнергией. Президент России официально дал старт запуску четвертой нитки энергомоста. Теперь по дну Керченского пролива с материка на полуостров поступает более 800 мегаватт электроэнергии. После старта перетока его приняли на подстанции Камыш-Бурун в Керчи и передали на подстанцию Кафа в Насыпном под Феодосией, где его принял оператор и перераспределил далее по крымским подстанциям. По случаю торжественного события на прямой линии с президентом пообщались глава республики, полномочный представитель президента России в Крыму и председатель Государственного совета. Масштабные работы по строительству одного из важнейших объектов Крыма велись с апреля 2015-го. Максимально короткие сроки переход был завершён. Руководит запуском четвертой линии энергомоста лично президент России. Работы шли, что называется, ударными темпами. В результате в сжатые сроки удалось прорвать энергетическую блокаду Крыма. Собственно говоря, не сомневаюсь, если потребуется. Мы любую другую блокаду прорвём, если кому-то захочет нас потренировать. С учётом собственной генерации теперь объём располагаемой энергии на полуострове превосходит даже пиковые потребности Крыма в электричестве. А это более 1300 мегаватт. Несмотря на трудности, теперь по дну Керченского пролива проходит электроэнергия с материковой части России и энергомоста работает на полную мощность. Трудностей было масса. Первая трудность – это короткие сроки. Вторая трудность – отсутствие должного оборудования по морской прокладке кабеля. Третья трудность – погодные условия. Но, в принципе, все эти трудности мы одолели. А на подстанции Кафе в Феодосии крепкие рукопожатия и радость на лицах. Полуостров официально энергонезависим. Круглосуточная работа сотен людей по сохранению стабильности во время блокаута подошла к концу. Участники встречи поблагодарили всех, кто трудился над проектом круглые сутки и выразили уверенность, что Крым будет развиваться дальше. Все мобилизовались, не бросили друг друга. Еще больше интегрировали за этот период. МГТС так или иначе потребляли до 1500 тонн топлива. Мы их сейчас отключим на время на профилактику, но в пиковые нагрузки они все равно будут работать. Мы буквально до 15 числа сейчас посмотрим, как работает система и примем выверенное решение. При этом режим ЧЕС, даже если он не будет, он будет просто присутствовать формально в документах для того, чтобы миновать процедуры, связанные с закупкой материалов, комплектующих, запасных частей и так далее. Глава республики поблагодарил президента за помощь и поддержку в реализации проекта. Он выразил уверенность – ввод в эксплуатацию четвертой нитки энергомоста позволит жителям полуострова вздохнуть, как говорится, полной грудью. Екатерина Наумова, Иван Ковалев. Время новостей.